Мне повезло на знакомых, на друзей. Совершенно фантастическая была встреча на турбазе Терскола в 93-м году. Когда приехали два пацана, один старлей, второй капитан. Один командовал разведротой и вводился в Баку, а второй командовал дивизионом противовоздушной обороны, мотострелкового полка, батареей точнее. И они с веселым смехом рассказывали, как это все происходило в Баку. Я слушал их и думал, что хохотать или плакать, неизвестно. Потому что за то, что большие дяденьки выпячивают свою дурь, расплачиваются вот эти молодые пацаны, у которых и женщин-то в жизни не было. Они не знают, что такое жизнь по-настоящему. И вот кусочек такой, я его назвал «Дела внутренние». Ну, господа, так господа, ничуть не лучше, чем товарищи. Вокруг, в который раз беда, пожаров, снарядов, взрывы и пожалища. В больших политиках опять дурь с гонором никак не сходится. А нам все это разгребать, уж это испокон так водится. Великий вождь очередной, не совладал по пьяни с придурью. И началось тут, боже мой, что в страшном сне потом не выдумать, а дальше боевой приказ. Слава о родине, служении, и все надеются на вас. Но не стрелять на поражение, что же из чужая, словно гвоздь. Теперь политикам уродинам забил, забил, да в крик, да в кость. Не виноват, а в этом родина, не виноват твой глупый дед, сгоревший в сорок третьем в танке. Что застилает белый свет? Валютный счет в кредитном банке. Дай бог терпенья нам и сил, И выйти целыми из боя, И милостыню не просить, И не краснить перед собой, И не краснить перед собой.